Дым-дым, я масла не ем. Че он на меня-то валит? С одной стороны, конечно, ос отгоняет, а с другой стороны, паэллия получится со вкусом копчения. Все довольно просто. Саджа такая сковородка, которую используют для всего, кроме паэлли. Я подумал, у меня нет паэлли, нет сы настоящей. Я думаю, что у многих из вас нет такой большой, классной, тонкой сковороды специально для паэлли. Почему бы не попробовать и не приготовить паэлли на садже? Давайте, будем исходить из этого. Для начала, у меня там уголечек внизу, можно дрова использовать, что угодно, просто какой-то мангал. В общем, садж нужно как-то подогревать. Безусловно, так как паэллия это испанское блюдо, нужно использовать оливковое масло. Именно оливковое, потому что в испанской кухне оливковое масло это канонический ингредиент. Далее, у меня здесь есть панцирь от креветок. Креветки потом пойдут в паэлю, а панцирей, что я делаю вначале? Я их бросаю на сковородку и насыщаю масло вкусом и ароматом креветки. Если осы садятся на кальмары и начинают кусками отрывать его или на мясо, значит у вас все прекрасно получается. Сразу же пару, да, пару достаточно будет, вот таких вот зубчиков чеснока. О, раздавили вместе с шелухой, все отправляем сюда. Значит, для паэллии я припас рис. Рис у меня среднезерный, крупный. Такого вида риса, как крупнозерный нету, его почему-то называют среднезерный. И кубанский, да, тот кругнозерный, тот больше такой для суши, для каш. А этот вид риса, название масса. Испанский вид риса, например, для паэлли, вот их два есть. Он называется бомба и колоспара. Два самых известных в мире. Наверняка там масса и вообще других названий. Я же не испанец, поэтому я знаю только то, что известно во всем мире. А у нас в нашей стране еще очень популярны такие названия, как карнаролли, арборио. Это те же виды риса, только они распространены в Италии и подходят для ризотто. Но это совершенно такой же вид риса, и поэтому вы можете использовать арборио или карнаролли, или просто рис какой-нибудь ноунейм, который написан, например, на упаковке для ризотто. Вы тоже можете его использовать для паэлли. Вот смотрите, я масло насытил вкусом креветок, чеснока. Теперь у меня здесь стоит на мангале кипяток с шафраном. Он, я его прислонил к стенке для того, чтобы он не остывал и подогревался. Значит, креветочки я сгребаю к этому краю. Для чего? Для того, чтобы масло стекло к серединке. И как только масло с панциря стекло, нужно их вот сюда вот прям. Все, пусть они там, будет что-то такое похожее на бульон. Дальше все довольно просто. Режем крупно лук. Дольками арбузными, а потом пополам. Пару луковиц в зависимости от того, насколько вы хотите, чтобы паэлли была насыщена луковым вкусом. Вообще, лук, конечно, это очень популярный корнеплод не только в России. Весь мир им пользуется очень активно, чего и вам советую. Паэлли от этого не станет хуже. Мало того, она станет лучше. Перец. Что же вам рассказать про паэлю? Паэля – традиционное испанское блюдо, которое с морепродуктами появилось, в общем, недавно совсем. Совсем недавно. Там около 30-40 лет. Так вот, в Валенсии, регион Испании, который считается ее родиной, в смысле родиной паэльи, чуть ли не испокон веков готовили и готовят паэлью из улиток и кролика. Вместе, да, вот в одном, вот в этом вот. Значит, сразу спорщикам скажу, что об этом, за что купил, за то и продаю. Об этом мне рассказал подробно человек, который, во-первых, шеф-повар, во-вторых, взрослый. В-третьих, фанат своего дела. В-четвертых, он испанец. И в-пятых, я ему верю. Он руководитель очень крупной сети. Ну, я ему верю, скажем так. Давайте. Может быть, куча всяких разных вопросов на этот счет. Далее. Значит, у меня что здесь? Рис. Он, как и в ризотто, мы его не моем, потому что нам нужна клейковина, которая есть внутри. Крахмал. Так, главное не переборщить, чтобы потом не кричать громко. Горшочек не вари, горшочек не вари. Значит, перец красный и желтый я буду добавлять частями чуть позже. Попки все можно будет отправить, не знаю, в суп, еще куда угодно. Прогреваем рис в масле. Часть перца я уже добавил сюда. Для того, чтобы весь перец у нас не превратился в кашу, мы добавляем часть в начале, часть потом в конце будем еще добавлять. Постоянно насыщая рис ароматом. Значит, и вот этот шафрановый бульончик, который у меня здесь варится, не варится, а греется вместе с панцирями от креветок. Все, теперь подливаем бульон. Даем рису возможность вариться. У меня шафран здесь эмеретинский, тот, над которым я все время издеваюсь. Бархатцы. Но вообще Испания является одним из крупнейших поставщиков шафрана на мировой рынок. У них он нормальный шафран, поэтому, конечно же, в любой виде, в любом виде паэлии должен непременно присутствовать шафран. Наиважнейшим элементом нашего блюда является, конечно же, блендер. Но ни в коем случае не подумайте, что я буду сейчас превращать все это в пюре. У меня здесь есть банка с оторванной этикеткой. Это томаты пилати, то есть это томаты в собственном соку. Их делают, как правило, в Италии. Летние хорошие томаты без вкуса, запаха. Здесь только томат. Томаты летние из Италии. А блендер, это наш спонсор, Starwind. Ссылочка в описании. Поглядите, может, что интересное там вы заметите, что-то заинтересует. Мало ли, приобретете. Значит, на маленькой скорости мне нужно все томаты перемолоть. Без энтузиазма. Мне не нужно из них делать гаспачо. Мне нужно всего лишь разбить целые томаты, которые там находятся без шкурки. Потому что без них никакая паэлья не получится. Все. В принципе, ну вот я уже вижу, что здесь нету целых томатов. Что все это превратилось в такое томатное пюре. Кто-то, вы знаете, и даже не делает так. Это ресторанная привычка. Перемалывать. Можно, конечно, целиком сюда томаты опустить. Потом их там лопаткой толочь, разбирать. Зачем? Блендером чуть-чуть. Теперь перемешиваем, насыщаем рис всеми этими вкусами. Паэля приобретает яркий окрас. Типа шафран там и вот томат дает нам такой цвет. Испанцы делают как? Вот если мы говорим про морепродукты, да, они там в самом начале обжаривают, дают маслу вкус, а потом начинают все это добавлять и уже, так сказать, усиливать вкус. В наших реалиях все гораздо проще. Если вы забросите креветки, задорого купленные, хорошие крупные креветки, и будете их жарить с самого начала, пока не сварится рис, рис варится около 18 минут. Представляете, креветка у вас была вот такая, стала вообще там такой, такой чилимчик дальневосточный превратилась. С кальмаром то же самое. Чем дольше варишь, чем он меньше, 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 более резиновый. Поэтому моя теория такова, что я вначале насыщаю овощными вкусами рисовую составляющую, а потом в конце добавляю кальмары, креветки, там что у вас есть, мидии, еще что-то. Потому что им готовится-то мало времени, нужно чуть-чуть совсем. И все, и потом в этом во всем появляется легкий, нежный аромат морепродуктов. Но поверьте мне, сколько бы вы ни добавили и в какой момент времени, даже в самом конце, он все равно будет чувствоваться. морепродукт-то такой. Мясо надо наваривать. А морепродукт добавил, все понятно, что там морепродукт. Все, теперь мы варим рис. Варим рис, помешиваем, следим за температурой, чтобы ничего у нас не горело. Нам нужно рис напитать влагой. Если мы рис не напитаем влагой, он будет хрустеть на зубах, он будет твердый. Как говорят итальянцы, аль денте. В паэлии это запрещено, нет аль денте в паэлии. Вообще и паэлию не мешают. Ее там всем снабжают, заливают бульоном и варят, пока она не сварится. И не трогают до тех пор, пока не образуется, пока рис не пристанет ко дну сковороды. Вот это прям считается очень важным, чтобы вот прям со дна, знаете, как что-нибудь жаришь, там, картошечку, она пристанет ко дну, и потом так отскребаешь, самое вкусное. Так и у паэлии должно быть. Но у меня же садж, я же на коленке, как настоящий русский повар. Мы все делаем на коленке. Кальмары. Кальмаров и вообще морепродуктов не жалейте. Чем больше, тем вкуснее получится паэлии. Кольцами. Никаких там кубиков, еще чего-то. Я всегда говорю, вот эти народные всякие рецепты, это простота и удобство. Кальмаров я побольше. Почему побольше? Да потому что они уменьшаются при обжаривании, уваривании. Потом они сейчас дадут свой сок, который смешается с соком, который дали овощи. Все это впитается в рис. О, бомба будет. Может, поэтому сорт риса называется бомба, потому что, когда с ним варишь, или как это, жаришь, готовишь паэлью, все говорят, бомба паэлья. Ну, так рис решили назвать. Что придумать название? Бомба, так и будет. Так, рис, вернее, рис, говорю, кальмары пока не закапываем. Креветочки пополам. Во-первых, для того, чтобы их стало больше, как говорил мой один хороший друг, если в торце праздничного стола поставить большое зеркало, то закуски и гостей будет в два раза больше. Поэтому, если креветки порезать пополам, их будет в два раза больше. Поэтому больше шансов получить в тарелку каждому. Оставшиеся креветки Отправляю сюда. Так, теперь сюда нужно отправить зеленого горошку. Во! Я беру свежемороженый, потом он оттаивает. Его можно прямо сюда, свежемороженый, кидать. Что дает определенный вкус паэльи. Рис почти приготовился. Уже даже видно, что в серединке не у всех белое пятнышко. Так, креветочки только еще не успевают приготовиться. Мы их готовим. Они покраснеют, в принципе, этого достаточно. И поглубже просто закапывать их нужно. И как морепродукты без чеснока? Никак! Обильно посыпаем чесноком. Паэлья все-таки такая средиземноморская каша. Сливочное масло обязательно. Для смягчения вкуса. И черный перец. О, вот это паэлья. Настоящая. Воду больше не подливаю. Видите, морепродукты отдают воду. Тут надо быть аккуратным. Ризотто должна быть кремовая. А паэлья должна быть суховатая. Поэтому нужно стараться, чтобы вся вода впиталась в рис. В принципе, креветки все покраснели. Кальмары побелели. Масло расходится с углями. Угадали. Горох зеленый. Что ему? Он и так сам по себе нормально можно есть его. Все лишнее. Лавровый лист. Это ароматизация паэльи. В остальном все. Да, она готова. Вообще сюда хорошо бы добавить петрушку. Но так как петрушки нет, я осмелюсь и использую зеленый базилик. Да, лимон у меня здесь, видите, кусочками. При подаче обязательно в паэлью втыкают кусочки лимона. Ну и пора убирать ее. Хватит ей готовиться. Она готова полностью. Вот. Перекладывать ее, дорогие друзья, я никуда не буду. Я буду есть прямо отсюда. Ну, потому что, во-первых, это очень красиво. Во-вторых, надо, знаете, что сделать? Немножко лимона вот так вот полить. Все, что связано с рисом. Будь то паэлья, плов, всевозможные ризотто, я всегда говорю, берите ложку. Не надо там вилкой ковыряться. Да, он немножко даже пристал. Жидкости лишней нету. Паэлья влажная, но не жидкая и не сухая. Проба. Рис. Рис готов. Креветки красные. Вижу, что готовы. Горячо. Мне вообще испанская кухня нравится. Как вы уже заметили, недавно был гаспачо. И будет еще несколько очень классных блюд. Впоследствии. Не все сразу. Вкусно готовят испанцы. Продукты в них замечательные. Я вот только не пойму, какого фига русские так любят Испанию и там торчат. Там тот же аликанты, мне кажется, уже как в Сочи. Или медом там намазано. Вот он, Испания у вас на даче. Сегодня Испания у нас на даче, а вы после просмотра ролика обязательно запасайтесь нехитрыми ингредиентами и вперед повторять. Это, кстати, блюдо в ресторанах очень хорошо продается, если вкусно приготовлено. Потому что русские любят Испанию, а Испания любит русских. Приятного аппетита, друзья! Я спокойно поем.